И завропода нашего подмосковного. Научная сенсация в Подмосковье нашли кости динозавра. За всё время раскопок в европейской части страны таких открытий никогда не делали. Лежали какое-то время в воде, здесь на них видны обрастатели, то есть серпулы, следы червей. Во времена юрского периода всю территорию московского региона покрывало море. В нём обитали гигантские акулы, мегалодоны. Сухопутных динозавров здесь быть не могло, так считали учёные. Пока палеонтолог-любитель Александр Выдрик случайно не наткнулся в карьере под колонны на странные окаменелости. Налипшие на сапоги неимоверные клочья глины, чавкающие грязь. И тут из-под этой грязи видится сначала один кусочек чего-то чёрного. Безусловно, восторг. Три часа бегаешь, находишь второй позвонок. Я бы бегал бы ещё дольше, но, увы, уже ночь настала. Это было 23 года назад. Александр Выдрик, тогда студент-третикурсник Геофак МГУ, не понял, что нашёл. На станции ЮНАТОВ позвонки записали, как останки морской рептилии. И только сейчас их решили изучить внимательнее. Нужно очень аккуратно отделять части породы. Поэтому процесс припоровки одного какого-то элемента может занимать недели, месяцы. Работа ювелирная. Если надавить слишком сильно или не там, экспонат будет утерян безвозвратно. После очистки 3D-моделирования. Разные углы у камеры позволяют определить, в данном случае очень точно, полностью рельеф объекта. По падению лучей света выстраивается в дальнейшем высокоточная 3D-модель. С помощью неё учёные воссоздали внешний облик. Для всей Европейской России это первый юрский динозавр Завропод. Ни одного Завропода в европейской части России в юрских отложениях до этого не находили. Завропод – ближайший родственник диплодока, любимого динозавра голливудских режиссёров. Благодаря Спилбергу диплодок, пожалуй, один из самых известных динозавров в мире. В России его можно увидеть только в Московском палеонтологическом музее. Только представьте размеры этого гиганта. Длина от головы до конца хвоста 27 метров, а высота – с трёхэтажный дом. Это динозавр. Копия найденного в Колорадо. Подмосковные были чуть меньше. Открытие позволяет учёным по-новому взглянуть на расселение и эволюцию этих древних существ. Это позволяет реконструировать путь распространения этих динозавров из Центральной Азии, через европейскую территорию России, далее в Европу и в Северную Америку. 165 миллионов лет назад под Коломны жили динозавры. Теперь это научно доказано. Не исключено, что находка – только начало грандиозных открытий. Андрей Яковлевич.